Общее сведение. Паренхиматозные опухоли эпифиза шишковидной железы носят название пенеоломы. Они составляют менее 1% новообразования ЦНС, включая доброкачественные пенеоцитомы и злокачественные пенеобластомообразования. Специалистами в сфере неврологии и нейрохирургии пенеоцитомы часто обозначается термином «доброкачественная пенеолома». Неоплазия имеет нейроэктодермальное происхождение, возникает из клеток железистой ткани пенеоцитов, секретирующих мелатонин основной. Регулятор биоритмов сон-бодрствования. Пенеоцитомов встречается в 40% случаев пенеалом, заболевая к преимущественно людям молодого и среднего возраста. Пик заболеваемости приходится на 25-35 лет. Опухоль распространена повсеместно, имеет одинаковую встречаемость среди мужчин и женщин. Пенеоцитомы Причины пенеоцитомы Этиология доброкачественной пенеоломы точно не определена. Предполагают полиэтиологичность заболевания, включающую участие наследственных факторов экзогенных воздействий и триггеров, провоцирующих начало роста опухоли. Наиболее вероятными этиофакторами возникновения заболевания считаются неблагоприятная окружающая среда. Онкогенным эффектом обладает радиация, токсические вещества, содержащиеся в выхлопных газах, выбросах отдельных химических производств. Пищевые консерванты и тому подобное воздействие указанных факторов повреждают клеточный геном. Свойства клеток изменяются, начинаются. Их чрезмерное деление с развитием опухолевого образования. Наследственная предрасположенность. В случае пенеоцитомы не прослеживается прямая наследственная взаимосвязь. Исследователи предполагают реализацию генетической детерминированности как большей вероятности возникновения новообразования при одинаковых условиях жизни. Нарушение внутриутробного развития. Неблагоприятные влияния на плод в антинатальном периоде. Гипоксия внутриутробной инфекции и алкоголь курения беременной. Способны вызывать сбой отдельных процессов развития с формированием атипичных клеток. Ребенок рождается и растет здоровым. В последующем воздействие провоцирующих триггеров может обусловить активацию атипичных пенеоцитов, дающих начало опухолевому процессу. Черепно-мозговая травма. Не является непосредственной причиной заболевания. Способна спровоцировать рост пенеоцитомы при наличии в эпифизиалатентных атипичных клеток, возникших в результате изменений генома. Отклонения в процессе антинатального развития. Патоген С указанные выше этиофакторы обуславливают трансформацию нормальных пенеоцитов, склонные к постоянному делению опухолевой клетки. Пенеоцитомы характеризуются медленным неуклонным ростом. Место ее локализации эпифиз расположено между полушариями мозга за третьим желудочком вблизи сильвеевого водопровода, обеспечивающего отток цереброспинальной жидкости ликвора из третьего желудочка в четвертый. Учитывая размеры шишковидной железы в среднем 1 см восточной долготеаметре, очевидно, что даже небольшая пенеоцитома вносит изменения в анатомическое взаиморасположение окружающих эпифиз церебральных структур. В первую очередь сдавливается сильвеев водопровод, затрудняется и периодически блокируется ликвороциркуляция. Результатом является скопление ликвора в желудочковой системе выше места блокировки, развитие окклюзионной гидроцефалии, обуславливающей основные симптомы опухоли. Процесс роста пенеоцитома сдавливает верхние холмики среднего мозга, подкорковые центры зрительного анализатора, что вызывает появление зрительных нарушений. При достижении значительных размеров новообразования оказывает давление на ткани мозжечка, провоцируя мозжечковую симптоматику. Макроскопический пенеоцитома представляет собой серо-красный узел дольчатого строения, тесно спаянный и с мягкой мозговой оболочкой. При микроскопическом изучении клетки опухоли имеют сходное со зрелыми пенеоцитами строение, снабженные отростками. Пенеоцитома отличается наличием пенеоцитарных розеток, скоплений клеточных отростков, имеющих вид безъядерных волокнистых зон. Симптомы пенеоцитома в клинической картине доминируют симптомы внутричерепной гипертензии, упорная цифалгия, тошнота, рвота. Со временем пациенты отмечают отсутствие эффекта принимаемых от головной боли медикаментов практически постоянные, не связанные с питанием чувства подташнивания, приносящие кратковременное облегчение частой рвоты. Типично присоединение зрительных расстройств, порез взора вверх, синдром парина, косоглазие, диплопия, нарушение конвергенции. Опущение верхнего века. Симптоматика носит двусторонний характер. В половине случаев наблюдается мозжечковая атаксия, шаткость ходьбы, нестагм, дискоординация, гиперметрия движений, прерывистость, речи, дезартре, интенсионный тримор. У ряда пациентов пенеоцитома протекает с эпилептическими пароксизмами. Возможно развитие гиперсомнии у больных детского возраста, преждевременное половое созревание. Осложнение окклюзионной гидроцефалии сопровождается ликворно-гипертензионными кризами, обусловленными приходящей практически полной блокировкой ликвора от тока. Криза характеризуется выраженной цефалгией, многократной рвотой, расстройством сознания. Полная окклюзия сильвьевого водопровода характеризуется быстрым нарастанием интракраниальной гипертензии с давлением головного мозга. Дислокационным синдромом. В результате возникает компрессия церебрального ствола. Дисфункция локализующихся в продолговатом мозге витальных центров дыхания и сердечной деятельности ведет к гибели больного. Грозным осложнением является малигнизация пенеоцитомы. При злокачественной трансформации наблюдается интенсивный инвазивный рост опухоли, образование метастазов, диагностика анамные заболевания, постепенное начало, неуклонное прогрессирование, клинические данные признаки окклюзионной гидроцефалии, глазодвигательные. Нарушения в неврологическом статусе позволяют неврологу предположить наличие объемного образования в пенеальной области. С целью уточнения диагноза назначается следующее дополнительное исследование – консультация офтальмолога. Необходимо для оценки остроты зрения проведение периметрии офтальмоскопии. Наблюдается умеренное снижение зрительной функции преимущественно за счет диплопии. Зрительные поля сохранны. Офтальмоскопия определяет двусторонний отек дисков зрительного нерва, свидетельствующий о выраженной внутричерепной гипертензии. Нейровизуализация. КТ-МРТ головного мозга визуализует новообразование пенеальной локализации, выявляет окклюзию опухолью сильвиевого водопровода, гидроцефалию. Пенеоцитом отличается четкими контурами при контрастировании, интенсивным гомогенным накоплением контрастного вещества. Отсутствие возможности проведения томографических исследований является показанием кахенцефолографии, позволяющей определить объемное образование по смещению серединного эхо-сигнала. Исследование цереброспинальной жидкости. Забор материала осуществляется путем ликворной функции. Противопоказанием исследованию является выраженная гидроцефалия с угрозой развития дислокации. Анализ ликвора подтверждает повышенное содержание белкоклеточных элементов цитоз. Отсутствие воспалительной реакции позволяет исключить абсцесс головного мозга, прочие инфекционные поражения. Обнаружение опухолевых клеток свидетельствует о злокачественном характере пенеоломы. Биопсия новообразования. В большинстве случаев получение опухолевых тканей осуществляется интероперационно, в сложных диагностических ситуациях проводится. Стереотоксическая биопсия. Гистологическое исследование дает возможность точно верифицировать тип новообразования. Электроэнцефалография. Выступает вспомогательным диагностическим методом в случае наличия эпиприступов. Диагностирует эпилептогенный очаг на фоне неспецифических диффузных изменений биоэлектрической активности. Пенеоцитома нуждается в дифференцировке от других опухолей эпифиза, гермином, пенеобластом, церебральных кист, абсцессов. Внутри мозговых гематом паразитарных поражений. Невозможно различить указанное образование, основываясь только на клинических данных. Диагноз пенеоцитома требует нейровизуализационного и гистологического подтверждения. Лечение пенеоцитомы стандартным способом лечения доброкачественной пенеоломой является нейрохирургическое удаление. Операция производится нейрохирургом путем краниотомии с последующим инфратентериальным супрацеребиолярным доступом. При необходимости профилактики послеоперационной гидроцефалии удаление опухоли дополняют шантирующие операции, вентрикулации с торностями и трехжелудочка. Если пенеоцитома имеет небольшой размер, рассматривается вопрос радиохирургического удаления. Полученные в ходе оперативного вмешательства тканей неоплазии подвергаются незамедлительному гистологическому анализу. Выявление промежуточной дифференцировки новообразования процессов малигнизации служит показанием к послеоперационной лучевой химиотерапии. Нейрохирургическому лечению сопутствует симптоматическая консервативная терапия. Уменьшение гидроцефалии и профилактика отека мозга осуществляется назначением мочегонных препаратов, инъекций магния сульфата. Многократная рвота купируется противорвотными средствами, метаклопромидом, эпилептические пароксизмы, приемом антиконверсантов, диазепома, карбомазепина.